Более 100 тысяч жителей Самарской области через 6 лет должны работать в сфере предпринимательства. Это в 5 раз больше, чем сейчас. Достижение целей по развитию бизнеса, которые перед регионом ставят нацпроекты, сегодня обсудили в Губернской Думе. Заседание Комитета по промышленности, предпринимательству и торговле посетила наша съемочная группа. Повысить продуктивность, сократить время изготовления товара и поднять зарплаты. Об этом мечтают на многих предприятиях страны. А компании, идущие в ногу со временем, уже делают результат. Они присоединились к нацпроекту повышения производительности труда. В Самарской области это свыше 20 предприятий. На ряде производств выработка по итогам года выросла более чем на 30%. К 2024 году область планирует вовлечь в нацпроект еще более 200 организаций. Для этого, в частности, создается региональный центр компетенции. Его эксперты будут учить бережливому производству руководителей предприятий. На следующей неделе делегация от Самарской области посетит объединенный проектный офис в Нижнем Новгороде. Для ознакомления с лучшими практиками и особо, конечно, опытом создания такого проектного центра. Пока обучение прошли только 4 специалиста будущего регионального центра. Мы сделали замечание нашему министерству промышленности, что тот темп, который взят сегодня, он недостаточен. То есть мы должны сегодня обучить в этом федеральном центре своих 20-30 человек. Эти 20-30 бойцов должны сегодня с высокой эффективностью начать внедрение на разных промпредприятиях, на субъектах малого и среднего бизнеса, бережливого производства. Также на заседании комитета обсудили исполнение нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На его реализацию государство закладывает свыше 480 миллиардов рублей. Деньги, в частности, пойдут на создание индустриальных парков для малого бизнеса. Будут строиться новые производственные корпуса, подключаться коммуникации. Вячеслав Малеев предложил рассмотреть и возможность аренды помещений у действующих предприятий. К примеру, «АвтоВАЗ» уже передал часть незанятых в производстве площадей частным организациям. Георгий Федоров, Алексей Вельмискин, Новости губернии.